Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию, что актеры Филипп Янковский и Оксана Фандера готовы простить друг другу ради сохранения их брака. Их называют одной из самых гармоничных и крепких пар отечественного кино. Оксана Фандера и Филипп Янковский вместе уже более 30 лет и при этом всегда крайне неохотно говорят о своей личной жизни. Но когда появляются слухи об их предстоящем разводе, супруги словно встают плечом к плечу на защиту своей семьи и уверенно заявляют, никакого расставания не будут, на что готовы они закрыть глаза ради сохранения своего брака. Они познакомились с компанией общих друзей, и Филипп Янковский, который к тому времени уже успел сняться в нескольких картинах, сразу обратил внимание на симпатичную и очень самоуверенную девушку. Оксана Фандера всегда ввела себя так, несколько вызывающе и самоуверенно. Даже на вступительных экзаменах в ГИТИС, когда члены приемной комиссии увидели в ней лирическую героиню, абитуриентка явилась в мешковатом наряде, вместо этюда показала цирковой номер, а для исполнения выбрала песню Виле Токарева и не переменула вернуть в свою речь несколько нецензурных слов. Впечатление она, конечно, произвела, да только совсем не то, на которое она рассчитывала. В ГИТИС ее не взяли. Позже она работала в Доме моды Вячеслава Зайцева, снова готовилась к поступлению и даже заняла второе место на Первом Советском Союзе конкурсе красоты «Московская красавица». Спустя год после первого провала Оксана снова подала документы в ГИТИС и стала студенткой на курсе Анатолия Васильева. Филипп Янковский и Оксана Фондера стали встречаться, а уже спустя месяц молодой человек предложил девушке руку из сердца. При этом он честно предупредил, что в их семье разводиться не принято. Поэтому, если она даст согласие, то пусть знает, что это на всю жизнь. Вряд ли Оксану такая перспектива могла испугать. Ведь что могло быть лучше вечной любви, о которой пишут в книгах и снимают в кино? Куда больше ее пугала перспектива знакомства со знаменитыми родителями Филиппа. Несмотря на не слишком подожительное знакомство с женихом, она успела понять, что это любовь на всю жизнь. Но она также понимала, что Олег Янковский – известный актер. И Людмила Зорина, его супруга, вряд ли сразу примут ее, простую девушку, перебравшуюся в столицу из Одессы, с распростертыми объятиями. Впрочем, все опасения Оксаны были напрасными. Родители Филиппа приняли ее очень радушно. Олег Иванович своими шутками всегда мог разрядить обстановку. Свадьбу сыграли очень быстро, тем более, что Оксана на момент бракосочетания уже ждала появления на свет их с Филиппом Первенца Ивана. А еще через 5 лет родилась дочь Елизавета. Они вместе уже более 30 лет. И за все эти годы несколько раз всего становились героями публикации в желтой прессе. Вопросы журналистов о предстоящем разводе вызывали у пары Янковских только смех. После всех слухов об изменах, романах на стороне и якобы личного вмешательства Олега Ивановича в отношения Филиппа и Оксаны с целью вернуть сына в лоно семьи, супруги неизменно появлялись вместе на светских мероприятиях и выглядели очень счастливыми и довольными жизнью. Оксана и Филипп стараются все вопросы решать за закрытыми дверями их дома, не допуская вмешательства в личную жизнь посторонних и не обращая никакого внимания на публикации о них в прессе или в сетях интернета. Я считаю, правильно делают. С того самого дня, когда была создана их семья, они решили раз и навсегда друг другу нужно доверять. Ни Оксане, ни Филиппу никогда не придет в голову следить за своей половинкой, проверять местоположение или пытаться найти какие-то следы переписки в телефоне. Оксана искренне считает, что никакие ограничения, запреты и шантаж брак спасти не могут. Он строится на любви, взаимном уважении, доверии, а еще, конечно же, на любви и личной свободе каждого. Семья – это не тюрьма, а дом и не клетка. Она остается женой Филиппа не из чувства долга, я просто хорошо рядом с ним и надеется, что супруг испытывает по отношению к ней такие же чувства. Хочу сказать, глядя на их совместные фото, сразу видно безумная любовь между этой парой. Несомненно, предоставляя другому человеку полную свободу, всегда рискуешь собственным благополучием и покоем. Но с другой стороны, ведь и сам чувствуешь себя свободным, а значит счастливым. Кажется, Филипп целиком разделяет мнение своей мудрой супруги. Он всегда говорит о супруге с неизменной нежностью и любовью, высоко ценит ее профессиональные качества и даже любит работать с ней вместе. Не так давно супруги отпраздновали жемчужную свадьбу. А в своем поздравлении мужу Оксана, перефразировав слова одной известной песни, написала, она готова отправиться за ним куда угодно и когда угодно. За 30 лет совместной жизни Оксана и Филипп научились ко всем возникающим ситуациям относиться с юмором. Именно в легком отношении к проблемам и к самим себе они видят секрет долголетия их союза. Они смогли вместе вырасти двух замечательных детей, справиться с онкологическим заболеванием Филиппа, научиться прощать друг друга и любить, не принимая во внимание общественное мнение или какие-то моральные догмы. Оксана и Филипп намерены жить вместе еще долго и счастливо, а потому готовы на все, ради сохранения своего маленького мира. Впрочем, для каждого из них это не жертва, а просто любовь. Та самая, что все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Мне в свою очередь хочется пожелать этой замечательной паре еще долгих лет совместной с жизнью. Воспитывать своего внука, которого им подарил их старший сын Иван, и которого он назвал в честь своего дедушки Олега. Всего им самого доброго, всего самого наилучшего. Конечно же, успехов в творчестве и новых интересных проектов, желательно совместных, раз уж так они любят вместе работать. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этой замечательной пары. А я всех благодарю за внимание, желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких. И будьте счастливы! Всем удачи, Божьего благословения, ангелов-хранителей. До новых встреч и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok